если у вас болеют не растут не цветут или не очень пышно цветут орхидеи этот канал точно для вас здесь вы не найдете волшебных таблеток химически синтезированных препаратов удобрений активаторов стимуляторов здесь вы найдете знания привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра за полтора года работы канала я не только познакомила вас со своим методом ухода за орхидеями я познакомила вас с десятками и даже сотнями различных целебных растений снадобий соков настоек и настоев для ухода за орхидеями я не только показала вам удивительные цветения своих орхидей я знакомлю вас с успехами и достижениями зрителей с разных уголков нашей планеты сегодня мы продолжим знакомство с орхидеями анны косолаповой из города санкт-петербург анна расскажет нам о своих горестях в прошлом и радостях настоящим и так встречайте друзья анна косолапова город санкт-петербург россия добрый день уважаемые зрители канала классика орхидейного жанра меня зовут анна косолапова я живу в городе санкт-петербурге и от души благодарю наталью за то что она дала мне возможность рассказать о моих орхидейках ведь нам орхолюбителям только дай повод можем часами рассказывать про своих любимиц я занимаюсь орхидеями и давно и недавно у меня сейчас в коллекции ну здесь вот 9 орхидей и еще я несколько дней назад буквально купила еще 2 орхидейки которые пока стоят на карантине вообще 1 орхидея появилась у меня коллекции ну и назвать нельзя в коллекции просто мне подарили мою первую орхидею это было это восемь лет назад и с тех пор каждый день рождения а мне день рождения 1 декабря мне обязательно дарят орхидею одну иногда даже 2 то есть ни одну из этих орхидей я себе не купила сама все это подарки но плюс были не несколько жертв моей моего ухода за эти годы все это время в общем то как-то у меня так было по остаточному принципу то есть ну растут орхидейки хорошо там цветут хорошо не цветут ну конечно грустно но собственно говоря что можно сделать ну значит им что-то у меня не нравится вот поэтому некоторые орхидеи у меня цвели из года в год некоторые годами не цвели как-то я к этому относилась как данности а в этом году видимо может это была защитная реакция на стресс не знаю но в марте этого года я решила что так дальше продолжаться не может я просто взяла и решила пересадить свои орхидеи многие из них точнее я никогда ни одну орхидею не пересаживаю даже то орхидея которая восемь лет у меня была в коллекции она была и все эти годы не пересажены вы можете себе представить в каком они были состоянии то есть равновесие было полностью потерянного воздушных мимо миллион воздушных корней никакой устойчивости некоторые орхидеи падали и ломали себе цветоносы при том что цветоносов и так в общем то не так много было это конечно было для меня большой трагедией вот то есть конечно я даже вот сейчас не могу вспомнить были ли у них вот такие вот цветущие растущие корни ну конечно наверно были потому что они как-то существовали и наращивали все время них было много воздушных корней но я вот не помню чтобы прямо такие раскукленные корни большом количестве у них были не обращала внимание на это не обращала внимание там растут листики не растут листики ну в общем совершенно не уделяла им внимания а тут я увлеклась очень увлеклась стала их пересаживать насмотрелась там всяких каналов в общем и по неопытности сделал очень много ошибок поэтому у меня есть клиенты на рубрику обрадаться натали ну вот например вот этот у меня клиент на эту рубрику на немножко подробнее потом расскажу и вот тоже орхидейка она выжила но сами видите осталось всего 3 листочка вот потом весной вот где-то в апреле наверное я нашла канал натали стала слушать но мне было тяжело информации было много информация была научная нужно было вникать я как-то поначалу осторожно отнеслась ну затем стала потихонечку прислушиваться и применять методы натали единственное что я уезжала на лето и орхидейки оставались без моего участия и такой прям интенсивный уход по всем канонам этого канала начался вот с моего возвращения в начале сентября и вот о результатах этого ухода я бы хотела расскажу немного теперь про свой уход орхидейки у меня стоят на юго-западном окне где-то хорошие дни летом осенью весной бывает солнце здесь с двух часов дня и до самого заката ну как известно в петербурге бывают не только белые ночи но и черные дни и сейчас как раз наступает этот период за окном классическая питерская погода низкое небо хмарь темнота это дождь идет не пойми что и поэтому конечно здесь без подсветки никак нельзя иногда у нас осенью зимой и в общем-то целый день даже их люди даже люди целый день со светом не то что орхидеи просто очень-очень темно и вот мой муж в этом году сделал мне вот такую конструкцию это две длинные лампы два светильника они между собой соединяются далее за цепочки подвешиваются к крючкам которые вот вкручены в откосы конструкции моего мужа световая температура светильника в 6500 кельвинов вот мощность не подскажу но все сделано по инструкции на талии я опрыскиваю орхидеки вот у меня стандартный пока опрыскиватель моего уже чувства не хватает на мои бесконечные опрыскивания сейчас они опрыскивают орхидею года или мать года или мать героиню о которой она рассказывала в прошлом видео и если вы еще не видели орхидею которая одновременно растит 4 детки обязательно посмотрите ссылку на видео я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему и вот сейчас на ваших экранах покупное светение 2018 года нашей матери героини ну стараюсь где-то три раза в день опрыскивать если вот такая вот погода если солнце солнышко солнечный день то стараюсь все опрыскивать ну вот как могу как вспоминаю как подхожу как есть время так опрыскиваю поливать тоже поливаю их где-то раз в 45 дней наверное ну и я совмещаю замачивание душевание я их ставлю в раковину и поливаю листочки из-под страны тепленькой водичкой и потом набираю им воду все такие вот горшочки которые у меня у них есть внешняя еще часть кашпо я их ставлю в это кашпо и заливаю практически до верха водой они у меня там стоят это полчаса час вот это я делаю это я уже сказал раз четыре пять дней ну если например вдруг попадаются солнечные дни то я стараюсь конечно к солнечным дням приурочить эти купания душевания чтобы они потом на открытом солнце постояли чтобы им было тепло хорошо но у нас питере бывает что и неделями нету солнца вообще и тогда ну не ждать же его приходится без него обходиться и поливать душевать ну орхидеки хорошо на это отзываются никого гниения ни у кого нету в общем все хорошо идут в рост мне очень нравится вот здесь вот у меня тоже аптекарский огород завелся своеобразный каланхоя мне отдали детки подсаживаю ну пока только начала если мне маленькая толстянка но я для лечения беру пока большие листики с большого дерева у моей бабушки вот здесь у меня два алоэ активно использую для лечения орхидеек стараюсь найти для вас в своем архиве фотографии цветения орхидеек и сейчас хочу рассказать вам про некоторые из моей карьеру конечно расскажу вот про эту это орхидейка это моя самая старая орхидея ей вот как раз 8 лет 1 который мне подарили и сейчас благодаря моему невежеству она вот впала в такое состояние грустное точнее сейчас она уже в радостном состоянии можно сказать после по сравнению с тем что было то есть вот была нормальная орхидея росла на себе 8 лет без пересадки конечно так скажем пересадка и давно была нужна корни были все наружу но она существовала у нее все было хорошо у нее были прекрасные листья с хорошим тургером она цвела каждый год я ее достала решила пересадить новый горшок но значит начитавшись насмотревшись я решил что нужно поставить ее на воду чтобы у нее начался корневой рост сейчас я думаю боже мой какая дурь конечно же сейчас если бы я стала пересаживать я бы оставила ее в старой посадке изменила бы уход и подождала пока она старой посадке раскуклила бы свои корни и начала активную вегетацию и только потом я бы стала ее тревожить пересаживать просто новую посадку но нет тогда я вытряхнула орхидею из горшка поставила ее на воду она еще у меня была с цветоносом цветонос был три бутона она их раскрыла и все ее силы ушли на эти цветы причем цветы были неказистые совершенно потому что сил у нее не было они быстро пожухли общем какими-то получили какие-то ожоги и она все свои силы убила на эти цветы и вот эти вот листья у нее стали просто вот как тряпочки они висели просто вниз вот вот этот лист он уже хорошо выглядит он уже имеет изгиб а раньше вот они все вот такие вот были все в гармошку это еще он очень хорошо сейчас выглядит и лежали друг на друге просто вот друг другу прижатые и здесь друг другу прижатые висели вот внизу все вот так вот она у меня выглядела корни старые и в общем это все конечно, в такое состояние она пришла. Потом я уже дотумкала, что нужно отрезать этот цветонос, и она не потеряла окончательно эти свои листья. Для сравнения могу показать вот такая. У меня есть орхидейка. Я их пересадила одновременно, это с ними сотворила. У них обеих были цветоносы. Но эта орхидея, ее после пересадки вскоре уронила кошка, и цветонос был сломан. Я очень расстраивалась по этому поводу, горевала, но, как выяснилось, на опыте это было ее спасло. То есть, эта орхидейка стояла, хотя на воде, она очень быстро нарастила, раскуклила корни, нарастила себе новенькие так, что я смогла ее посадить. И тургера ни одного листа своего она не потеряла. Вот она не цвела, что называется. Вот эта орхидейка у меня страдала долго. Это все случилось в мае, а страдала она у меня все лето. Я взяла ее с собой на дачу, думала, будут там за ней следить, опрыскивать ее. Но ей это было все как к мертвому припарка. Она так и стояла, печальная, вся грустная. И тогда я решила, когда я уже сюда переехала, у нас появилась подсветка, я решила, что надо действовать. Я взяла орхидейку и пересадила ее вот в такую вот обрезанную бутылку. Проделала отверстие. Там у меня в бутылке грунт, это керамзит, кора и мох. И я просто была шокирована глубоко тем, что с ней стало происходить. Орхидейка стала набирать тургор листьев. Я ее опрыскивала, но я как бы ее и давно опрыскивала. Но сейчас вот укореню ее и установлю, да. Я и начала опрыскивать, ну продолжила ее опрыскивать, но после того, как я поменяла посадку на более узкую, она стала набирать, стала листьям возвращаться тургор. Причем я сидела просто, каждый день у меня, каждый вечер у меня такой осмотр, тут орхидейка. Я вдруг сижу и смотрю и понимаю, что между этими листьями начал появляться зазор. То есть начал тургор возвращаться вот сюда, в эту часть, листья начали подниматься, появился зазор. Я просто глазам своим не могла поверить. Я каждый вечер подходила, ощупывала эти листочки и прямо вот каждый день чувствовала, как тургор возвращается, возвращается, все дальше и дальше и дальше. И сейчас, в общем, эти листочки, они просто вот меня безумно радуют. Вот этот вот лист уже, он вообще как новенький, можно сказать. Вот, а тут все-таки, я думаю, она, наверное, его решит все-таки отсушить, вот этот листик. Но, я думала, она все их потеряет. В самом лучшем случае, она потеряет все четыре листа и просто там как-нибудь, может быть, нарастится, растит новенький, но это будет годами длиться. Нет, она все, все эти листья она вернула себе. И вот, пожалуйста, у меня началась, начался, вот этот листик, она уже давно растит, все лето, она у меня его растила потихоньку, в час по чайной ложке. А вот этот листик совсем недавно появился, и я связываю его появление с тем, что я ей еще для профилактики прокапывала сок толстянки в центр розетки. И также, когда я пересадила ее вот в эту вот узкую посадку, я еще стала ее смазывать стволик соком алоэ. И это тоже, конечно, стимулировало. Вот у нее такие корешки уже здесь отросли. И там в посадке тоже есть. Как бы я ее посадила в посадку, у нее уже были вот такого примерно размера, там внизу корешки. И они, конечно, где-то там застряли, но вот сейчас они уже спустя там месяц-полтора, они уже достигли стенок горшка и достигли низа, и она так укоренилась хорошо, и мне прям нравится, как она растет. Тут вот тоже есть корешки, и там вот если с другой стороны посмотреть, тоже много корешков у нее от шеи растет. В общем, я невероятно рада, и орхидейка вернулась к жизни. Посмотрим, как за две недели изменилась эта орхидея. Ну, невооруженным глазом видно, что она нарастила, подрастила еще вот этот свой лист, который на том видео был совсем крошечным. И вот эти вот корни воздушные тоже выросли. Потом вот здесь вот под листиком у нее, там был раскукленный корешок, но сейчас она тут два ответвления пустила от него, и продолжает здесь растить. Камушек у меня для равновесия лежит. Здесь вот тоже с другой стороны. Вот этот вот новый корень маленький, большой был гораздо меньше, таким вот вырос. Вот я помню очень хорошо, что когда я ее только-только посадила вот в эту посадку, вот этот вот камень также здесь лежал, и вот этот вот корешок, он только-только носик свой показал вот здесь вот в углублении камушка. А сейчас, посмотрите, вот этот корешок, он уже дорос там досюда, вот чуть ли не до низа горшка. И вообще вот здесь тоже весь корни дошли до края и стали оплетать вот так вот бутылку. Я просто, если в руки беру, тогда фокусировка пропадает, поэтому вот я покручу, здесь вот тоже покажу. Вот здесь тоже корешок прямо вот внизу. И вот здесь вот у меня лежал мох. Это был такой мох, как, то есть я его взяла не живым зелененьким, а он был такой сохлый, уже целое лето пролежал у меня дома, он просто сухой был мох. И вот здесь вот в посадке ему очень нравится, и он прям зелененький такой, опустил росточки наверх. Вот здесь вот все видно. Сейчас еще сфокусируюсь. Вот. И везде, везде, везде у нее корни. Вот. Раньше как бы такого не было. Да просто те корни, которые я сюда погрузила, ну вот они были как-то там. Вот. А теперь вот прям везде, везде корешки у нее. И внизу тоже, в общем, со всех сторон. Так что такая вот она молодец, радует меня. И еще хочу отметить, что вот этот листик, я думала, что она отсушит, но вот как бы сами плохенький. Но нет, он, пожалуйста, висит себе. В общем-то особо и не желтеет. Немножко только по цвету отличается. Вот. Поэтому замечательно. Орхидейка отходит. Очень радостно. Вторая героиня моего рассказа. Вот эта вот орхидейка. Мне подарили ее в декабре 2020 года, тоже на день рождения. Она была красная, прекрасная. Очень мне понравилась. Вот. До сих пор не знаю, какой у нее был сорт, потому что я уже напрочь забыла, как она цвела. Она на фотографиях все-таки не полностью отражает, какие цветы. Вот. Поэтому я, конечно, с нетерпением ждала нового ее цветения, но цветения не последовало. Подарили мне ее. Простояла она где-то до весны со своими цветами. Возможно, даже до самого лета. Затем я, как обычно, летом уехала на дачу. Орхидейки остались у меня в городе. Вот. И цветочки, конечно же, все она сбросила. И так она с тех пор у меня и стояла. То есть ничего с ней не происходило. Можно назвать это как вещь в себе. То есть вот она стоит. Крышочки не растут, листики не растут, не цветет. Просто вот в спячке. После того, как я начала смотреть видео Наталья, я поняла, что это неправильно. Не должно так быть с орхидеей. Нужно что-то делать. И я весной, где-то в мае, начала мазать ее стволик соком алоэ. И буквально после двух процедур я заметила, что орхидейка выпустила корешки. Вот здесь вот корешочек. Вот он уже длинный, большой. Ушел уже в посадку давным-давно. И с другой стороны стволика тоже симметрично. Также она выпустила еще один корешок. Вот эти корешки росли-росли. И здесь она выпустила сразу практически новый маленький листик. И за лето вот она вырастила этот лист большим. Она вырастила корни большие. Они ушли в глубь посадки. Сейчас они уже достигли дна. Но больше ничего с ней не происходило. Я-то надеялась, что все. Уже все самое плохое позади. Сейчас она у меня проснется. Но нет. Она также продолжала стоять. Когда я ее даже брала с собой на дачу. Вот ей какая-то улитка или какой-то, я не знаю, что за существо. Какое-то насекомое прогрызло ей такую дырочку в листике. Вот даже тут на стволике какой-то покус есть. Но не какой-то вредитель. Не знаю. какое-то пролетное или проползающее насекомое. Вот. Потом, когда я вернулась сюда в город, уже тоже ее привезла с собой. Стала здесь ее опрыскивать. Появился свет. Думаю, ну как же так? Ну что же? Ничего с ней продолжает не происходить. И я вот решила, думаю, наверное, она может быть болеет чем-то. Потому что вот эти листики более старые, они какой-то имеют уставший такой вот вид. Они имеют тургор хороший достаточно. Но какая-то у них поверхность, вот она не такая, как у более молодых таких глянцевых листьев. И у них более блеклый цвет. В общем, они какие-то грустные эти листочки. Я подумала, наверное, болезнь какая-то. И решила для профилактики прокапать ее соком толстянки. Наверное, раза 3-4 я покапала вот сюда вот в центр розетки по 5 капель, как Наталья нам завещает. И я, конечно, ждала больше корневого роста. Или может быть, что листик еще новый пойдет. Но орхидейка она решила по-своему. И она мне придумала зацвести. Здесь вот она выпустила цветоносик. Я поняла, что орхидейка не спит. Она живая, здоровая. Все у нее более-менее в порядке. И я решила, что надо бы ее пересадить. Все-таки из старой посадки я ее пересадила. Новый горшочек. Ну, я уже ошибок прошлого не повторялась. Посадила ее в немного больше горшок. И когда я осматривала корни при пересадке, я увидела, что на некоторых старых корнях, а там старые корни, они хорошие, зеленые. Но просто не был неактивно растущий. Но у них стали пробуждаться тоже почки. И там стали появляться маленькие корешки новые от старых корней. Это, конечно, меня очень обрадовало. Ну, к тому же, те два корня, которые она уже у меня дома нарастила, они там прекрасно растут и продолжают. Вот. И орхидейку я пересадила где-то несколько недель назад. И она очень хорошо приняла посадку. Потому что цветоносик был в зачаточном состоянии. Буквально несколько миллиметров. И вот он уже таким вырос в новой посадке. Вот. Поэтому я считаю, что с этой орхидейкой все хорошо. Жду с нетерпением цветения. Возможно, наконец-таки узнаю все-таки, что это за сорт. Ну, и, конечно, полюбуюсь ее красивыми цветами. Дай бог, чтобы все было хорошо. Сейчас я продолжаю и мазать ее алоэ, и капать толстянку, и опрыскивать. В общем, всячески за ней ухаживать. Надеюсь, что моя красавица откликнется на этот уход. И откликнется хорошо. Вот. Прошло две недели. Даже чуть больше с момента предыдущего видео. И сейчас посмотрим, что изменилось в моих орхидей. Но прежде хочу сказать большое спасибо вам, дорогие девочки, за теплые слова, которые вы оставили под предыдущим вышедшим видео про мою мать-героиню. Спасибо. Очень было приятно прочитать. Я рада, что вам был интересен этот рассказ про нее. Будем дальше за ней следить. Посмотрим, как остальные детки вырастут, как они зацветут, что будет. Ну, что с моими орхидеями. Остальными произошло. Здесь вот подрастила цветонос. Корни бешено растит совершенно. Это вот деточка вновь отсаженная. Это я вам уже показала отдельно. Это у меня вот неизвестный сорт. Тоже вот какой цветонос. Такой темный прям. Это вот моя красная прекрасная. Тоже про нее рассказывала. Пока подрастила цветонос. Корней, к сожалению, так и не растила. Ну, ничего. Мажу алоэ. Вот это вот орхидея майя. Она, значит, у меня впервые тоже вижу на растущем цветоносе, только формирующемся уже ответвление. Это вообще как? Я не знаю. Это вообще законно? Как сейчас модно говорить? Ну, вот так вот у нее. Посмотрим, что дальше будет. Я удивлена очень глубоко. Значит, вот там вот у меня моя цветунья-цветунья. Большой тоже цветонос уже почти уперся в окно. Скоро бутонизация начнется. Ждем. Вот. Это у меня без изменений осталось. Продолжает растить корни. Все. Листик подращивает. Я за нее рада. А вот это вот моя белая орхидея. Я просто от нее тоже в большом удивлении пребываю. Вот она вот такой вот вырастила цветонос такой. Уже вот он большой. Вот с этих ответвлений они уже такие огромные. И тут тоже вот бутонизация у них началась. Здесь, значит, тоже уже. И вот у нее два было старых цветоноса. Она их пробудила. Один новый из третьего старого цветоноса. Она вот совсем недавно, буквально неделю назад пробудила почку. И вот здесь вот тоже у нее цветонос. Это вообще как? И даже вот здесь вот, на самом деле, вот это тоже пробужденная почка. Но вот ее она не развивает. Ну, так же цветение должно быть колоссальным просто. Будем ждать. Ну что ж, такие изменения, как только зацветут, тоже постараюсь снять для вас видео. Вообще хочется сказать огромную благодарность Наталье за то, что она рассказывает все подробно в своих видео. И дает нам другой совершенно отличающийся взгляд на то, как можно растить орхидеи. И мне кажется, что основное, что Наталья хочет нам привить, это способность понимать, именно понимать конкретно свои орхидеи. И я очень надеюсь, что за это время у меня хотя бы начал формироваться этот навык. И я все-таки, глядя конкретно на каждую свою орхидейку, могу уже в комплексе оценить состояние корней, состояние листвы, состояние ее цветоносов и понять, что же ей надо, что же сделать для еще более хорошего ее развития. И это, конечно, самая большая ценность. Огромное спасибо. И очень, конечно, интересно, чем это все дело закончится, как это все будет выглядеть уже зимой, когда все расцветет. И постараюсь снять видео тоже об этом. Надеюсь, что зрелище будет достойным того, чтобы показать его на канале Натальи. Вот. Благодарю всех за просмотр. Всем желаю всего самого-самого хорошего. Мира, добра, любви и красивых цветущих орхидеек. Вот такую удивительную и увлекательную историю жизни орхидеи в городе Санкт-Петербург нам довелось посмотреть. Надеюсь, эта история будет познавательной и поучительной для многих. А я в очередной раз напомню вам, что 27 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео. Подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok